Если тебе скучно и некуда поддаться, почему бы не одеться с иголочки? Американская песня, ставшая когда-то джазовым стандартом, погружала в гламурный мир на фоне Великой Депрессии. Название отсылают к сети фешенебельных отелей Ритца. Там сорили деньгами богатые европейцы. И сегодня на выпускном Game of Birds в стиле диско этот хит 30-х мог бы обрести второе дыхание. Потому что если вам скажут, что здесь не встречают по одежке, не верьте им. Всем остальном хотелось соответствовать нашему вузу, чтобы это было строго, лаконично и благородно. Мы объездили половину Москвы в поиске данного платья. Мое платье было найдено таким же способом, но в целом, если мы выглядим прекрасно, значит нам удалось. Несколько лет назад начались их первые серьезные отношения. И в этот вечер, когда с Мгимон наконец-то все официально, на меньшее они не согласны. В последний вечер студенчества здесь на роскошные наряды не поскупились. Правда и без ложки дегтя не обошлось. Потому что бренды все позакрывались, поуходили. Сложно ли было выбирать? На самом деле да. Мне пришлось обращаться к русским дизайнерам. И в принципе мы, можно сказать, что мы рады увиденным. Мы в России, мы можем обойтись без ЦУМа иногда тоже. Потому что шоурумов с нарядами и платьями на самом деле много, если поискать. Но если обычная одежда, то немного, конечно, тяжело. Потому что брендов на самом деле не так много. Я считаю, что белорусский деликатаж это выход из всех ситуаций. Завтра ты снимаешь этот клоунский наряд, одеваешь нормальную советскую одежду. У тебя такое смелое платье? И всегда и во всем такая смелая девушка? Не всегда, но иногда приходится. Говорят, что скромность украшает только тех, кому украситься больше нечем. А у наших выпускников достоинств благохватает. Я был на грани кучу раз. То есть ты любишь ходить так по лезвию бритвы? Ну да, это мой второй я. Как минимум золотое правило «хочешь жить, умей вертеться» усвоено на отлично. Насколько часто тебя ловили на списывании за время обучения? Пару раз бывало, пару раз даже из-за этого на пересадачу отправлялся, но в итоге все выучивал. Я не готовился ко всем экзаменам, как поле за неделю, за две. Дедлайны не мое. Ну у меня было четыре иностранных языка плюс ко всему. Но я все равно умудрялась. Я достал телефон, хотел посмотреть время и увидел в отражении своего телефона злое лицо преподавателя. Он мне сказал, вот на какую оценку ты ответил? Я говорю, ну честно, я считаю, что на пересдачу. А он говорит, нет, за честность хотя бы 60. Я такой... Отлично. И теперь, когда остросюжетный сериал под названием «Как закалялась сталь» подошел к своему финалу, перемотать назад уже нельзя. Остается лишь слить несколько спойлеров для тех, кто только оформил подписку. Самое главное, что дает этот вуз, это социализация. А на бакалуриате гуляй, Ванина. Просто нужно знакомиться, нужно общаться. Ребята, найдите то, что вам интересно, то, что просто будоражит ваше сознание, то, что для вас реально очень важно. И бейтесь за это. Найдите эту одну вещь и двигайтесь только к ней. Никакие деньги там, ничего в мире вам этого не заменит. Один лишь интерес. Вот что важно в нашей жизни. А вот как соблюсти баланс между тусовками, учебой и мгимом? Не тусить. Ну да ладно, ты не тусил? Я не тусил. Выпуск и посвят – это два разных вида спорта. То есть, если посвят – это, ну, я не знаю, это гахотки, то выпуск – это полноценная шахматная пахтя. Еще такой вопрос. Скажи, пожалуйста, как отличить первокурсницу от выпускницы? Вот как не перепутать? Ну, первокурсница тебе очень быстро напишет, а в остальном девочки взрослеют очень быстро. Первокурсница, она обычно скромная очень. Женщина опытная, сразу видно, сразу видно со стороны. Я надеюсь, что девочки будут благоразумными. Надо искать хорошего мужа. А где его искать – это мгимо. Не учеба единый. Наши студенты время зря не теряли. Так что то здесь, то там, на радость мамам и одногруппникам мелькают сладкие парочки. Некоторые голубки даже готовы поделиться своей лавстори на камеру. Леша написал мне в инстаграме, и мы еще какое-то время просто общались в соцсетях, и потом просто встретились, даже немножко не узнали друг друга в стенах универа. Думаете, мгимошные пары отличаются от всех других пар? Мне кажется, что да, у них есть особый вайб. Я тоже так думаю. У тебя такой грустный взгляд. Серьезно? Как будто бы ты женишься, а мгимо оканчиваешь. Я реально женюсь через неделю просто, поэтому и грустный. Ты реально женишься через неделю? Да, конечно. Почему так рано? Почему рано? А ты решил типа все вместе объединить все важные этапы в твоей жизни? Так совпало. Впрочем, не страшит у пускников не только серьезность намерений, но и свое будущее. Год выдался непростым, и когда последние несколько лет международные отношения были главными отношениями в твоей жизни, казалось бы, ну у кого холодок нет-нет, да и пробежит. А я вообще безнадежен, потому что у меня папа дипломат, потому что учусь в мгимо. Но это не про наших, они переиграют. А ты вообще слышал, что у мгимо очень много хейтеров и недоброжелателей, особенно в последнее время? Да, слышал. Ну, страх есть, конечно, потому что это всегда неопределенность, и заканчиваешь институт, непонятно, что дальше, но я думаю, все будет круто, потому что это же мгимо, такое классное образование, мало у кого есть. Хочу на лучшее, но ждать на лучшее. Международные отношения не заканчиваются Европой? Да, с некоторыми странами сейчас достаточно сложные отношения, но как раз это создает больше перспектив для работы над тем, чтобы их улучшить в перспективе, урегулировать. То есть страха отправиться в Африку вместо Лондона у тебя нету? А я изначально туда хотел, так что нет, нету. Мгимо учит в основном психологию общения, нетворкингу, и это очень полезные навыки даже не только в сфере профессиональной специализации, но и вообще в общении человеческом. И как тут не согласиться, если обучаться по стандартам МГИМО приезжают молодые люди со всего мира? Ну, я Россию всегда любила очень, и я ездила по обмену в школе еще, я выучила русский, вот, как бы ездила по обмену, и мне очень понравился МГИМО, я мечтала МГИМО еще два года, потом решила поступить, и получилось, слава богу. А чем вечеринки в России отличаются от вечеринок в Боснии и Герцеговине? Я должна сказать, что вечеринки здесь крутые, но на Балканах это лучшие тусовки. Ну, надеюсь, что это мероприятие тебя сегодня не разочарует, и что русские как бы постараются немножко и подтянутся соответствовать вашему уровню балканскому. И вряд ли вечер ее разочарует, он в заботливых мужских руках. Коллаб между ассоциацией выпускников МГИМО «Онли» показал себя крайне удачным еще в прошлом году, ну а в этом растопил наше сердце окончательно. Этот вечер – это начало следующего пути, и не потеряться на этом пути вам поможет достать выпускников. Потому что мы делаем вечеринки для МГИМО уже, наверное, 4 или 5 лет, и мы сделаем это просто самым большим размахом. Мне очень нравится, как мы все подготовили, мне нравится, что люди приходят такие красивые, соблюдают дресс-код, особенно ты, прекрасное платье, Лиза. Я думаю, будет еще веселее, всю ночь будем веселиться и отдыхать. Мы в прошлом году с ними делали мероприятия. Они очень хорошо ориентируются в молодежных трендах, в том, что нравятся ребятам больше. Тем более многие из них сами сейчас заканчиваются. Окончание эпохи подпишут они на утро фото с этого вечера, но за старой главой всегда начинается новое. И в том, что именно у этих ребят она будет не менее яркой, сомнений нет ни у кого. Я верю в судьбу, и поэтому я, слава Богу, окончу МГИМО. Покоряем этот мир, и даже поступаем в МГИМО, мы уже покорили. Мы уже ступили на эту планку. Так, под звон бокалов и залп из бутылок шампанского наши выпускники вырываются во взрослую жизнь. Елизавета Морская, Виктория Пономаренко, МГИМО 360.